Доброе утро! Предпраздничная суета уже накрыла город, но предлагаю начать это утро, не спеша. Вы смотрите программу «Мое утро» в студии Дарьи Кулаковой. Я с удовольствием поделюсь с вами хорошим настроением и не менее хорошими новостями, а еще полезными лайфхаками, которые успеют пригодиться в этом году. Меню новогоднего стола готово, но переживаете, что все равно мало? Обычно интуиция не подводит. Танцы и конкурсы заберут немало энергии, поэтому пусть на столе будет больше легких вкусных и красивых закусок, а рецептами мы поделимся. Всем привет! Меня зовут Толя. А меня Тимофей. И мы сегодня приготовим две простых новогодних закуски. Это тарталетки с икрой и рулетики с лососем. Сперва займемся рулетиками. Толя порежет семгу, а я смажу лаваш творожным сыром. Семгу мы нарезаем тонкими длинными ломтиками. Теперь выкладываем сомгу на лаваш и сворачиваем рулетик. Теперь нарезаем рулетик на тонкие кусочки, где-то 2-3 сантиметра. Для этого вам понадобится очень острый нож. Сейчас мы перейдем к приготовлению тарталеток с икрой. Для этого нам понадобятся вареные яйца. Для этого мы должны их очистить и отделить белок от желтка. Желток нам не понадобится, а белок мы должны будем мелко нарезать. А я пока мелко покрошу петрушку. Так, сейчас смешаем плавленый сыр, нарезанную петрушку и нарезанный белок. Не могу удержаться, я очень хочу попробовать, что у нас получилось. Получилось очень вкусно. Пожалуй, приготовлю сегодня это на новогодний стол. Что ты будешь готовить с себя? Я думаю, что попробую нафаршевровать курицу по нашему рецепту. Отлично, я думаю, нашим друзьям понравится, что мы им приготовим. А сейчас продолжим готовить, потому что икра обветрится. Ну все, Толя, уже достаточно. Давай я буду добавлять нашу начинку в тарталетки, а ты сверху добавишь икры. Наши закуски готовы, они получились очень вкусными, отлично подойдут к вашему новогоднему столу, поэтому рекомендуем приготовить их и порадоваться своих друзей. Ну а от нашего канала и от нас мы рады поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелаясь побольше икры и лосося в следующем году. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски. Бон аппетит! Меня зовут Толя. Меня Тимофей, и мы сегодня приготовим две простых новогодних закуски. Это тарталетки с икрой и лаваш. Лаваш, все. И лаваш. Лаваш. Тебя выпишет, тихо. Всем привет, с вами снова... Нет, я туплю. Нормально, ну смешно, начни, знаешь, смешно. Так. Толя, нарежь, пожалуйста, семгу. А я пока. Дождите, стой, это просто очень все. Так, Толя, нарежь, пожалуйста, семгу. Теперь нарежь. Можно шкалатку буду есть? Давай, можно шкалатку есть? Еще раз. Стань ближе к Тиме. Ты сейчас будешь живой с микрофоном, понимаешь, у тебя нет? А, то что? Подожди, ты это проживешь, не думал, что ли? Не жалеем икру на этот рецепт. Икры у нас много. Это вырезаем, да? Такие классные шапочки. Быть родителем значит посвящать детям все свое свободное время. Но как быть, когда столько дел и необходимо заняться домашними делами? Конечно, можно включить ребенку мультфильм или дать поиграть с телефоном, но ведь это не скажется положительно на малыше. Мы собрали для вас идеи, чем занять ребенка дома, при этом стать самостоятельней и научиться играть самому. Тем более впереди долгие выходные. Разнообразные красочные и необычные аппликации способствуют развитию творческого мышления у детей. Поэтому в период долгих осенних и зимних вечеров советуем вам вооружиться клеем, цветной бумагой и подручными материалами, которые станут основой настоящих будущих шедевров. Сегодня мы покажем вам три интересные идеи, которые можно начинать воплощать с детьми от двух лет. В зависимости от возраста, степени подготовки и индивидуальных особенностей ребенка, вы можете регулировать степень самостоятельности выполнения заданий. Конечно, совсем малышам понадобится основательная помощь родителя, а вот дети постарше могут вполне делать все самостоятельно, но обязательно по четким присмотрам. Для каждой из аппликаций нам понадобится цветная плотная бумага, клей ПВА и кисточка для его распределения. А материалами, из которых мы будем творить, станут предметы, которые наверняка найдутся в каждом доме. Первый вариант – это аппликация из ватных дисков. Это минимальный уровень сложности. Именно с таких простых идей мы советуем начинать заниматься с ребенком. Мы сделали милый цветок, но этот материал отлично подойдет для создания множества других сюжетов. В аппликации номер два главную роль играют спиральные макароны. Мы использовали заготовку с наклеенным цветным кругом, который стал головой будущего львенка, а из самих макарон сделали ему веселую гриву. Работа с этим фактурным материалом отлично развивает мелкую моторику и координацию движений. Третья идея для аппликаций, которой мы хотим сегодня с вами поделиться, самая сложная. Вы удивитесь, но из обычных цветных бумажных салфеток можно создать настоящую картину. Нарисуйте любой рисунок. Если ребенок еще маленький, и это ваши первые занятия, то советуем начинать с простых символов и предметов, без множества мелких или сложных деталей. Мы нарисовали цветок, и поочередно будем заполнять каждый элемент. Перед началом работы нужно подготовить сам материал. Для этого разорвите салфетки на мелкие кусочки и скатайте из них шарики. Для того, чтобы это было сделать проще и держалась форма, советуем слегка смачивать пальцы в обычной воде. Затем заполните клеем ту часть, с которой собираетесь работать, и аккуратно, шаг за шагом приклеивайте заготовки. Получается действительно очень красиво. Такие работы можно смело покрывать лаком и ставить в рамку. Вот такие три аппликации у нас получились. Что подарить на Новый год? Над этим вопросом чаще ломает голову прекрасная половина человечества. Ведь хочется презентовать что-то полезное. Сестрам, мамам, бабушкам и подругам мы чаще дарим косметику. Уходовые наборы за телом, лицом и волосами. Но как подобрать крем, чтобы он не вызвал раздражение и действительно стал хорошим подарком? Девушки, всем привет! Меня зовут Наталья. И в сегодняшнем ролике мы поговорим о том, на что обращать внимание при выборе крема для лица. У кого-то в приоритете текстура и запах, кто-то испытывает тягу к практичным упаковкам, а для кого-то определяющим фактором становится стоимость. Мы же считаем, что лучшее средство – это крем, который соответствует всем и в первую очередь возрастным потребностям вашей кожи. Начинать ухаживать за лицом нужно уже в раннем возрасте – 14-15 лет. Если у вас нормальная кожа, без акне, ей достаточно только увлажнения и защиты от ультрафиолета. Если кожа проблемная, жирная, избегайте слишком плотных кремов, которые могут забить поры. Выбирайте легкие флюиды, крем-гели и любые продукты с пометкой «Некомедогенно» на упаковке. Ищите салициловую кислоту в составе – она предотвращает воспаление. Кроме того, молодой коже нужен цинк. Этот элемент будет регулировать деятельность сальных желез. Использовать средства с ретинолом в этом возрасте можно только в редких случаях по назначению врача-дерматолога. В этом возрасте крем начинает выполнять еще одну важную функцию. Он становится средством для профилактики раннего старения. Ежедневные кремы должны иметь в составе антиоксиданты и гиалуроновую кислоту, чтобы поддержать оптимальный уровень влаги в коже. Подойдут также кремы, направленные на профилактику первых признаков старения. Необходимым атрибутом ухода за кожей после 25 лет становится ночной крем, ведь именно ночью активизируется процесс восстановления клеток. Начинается период, когда уже можно использовать антивозрастные средства на постоянной основе. После 30 лет кожа становится менее упругой, организм вырабатывает меньше коллагена. Вас может беспокоить очечность по утрам, появляются первые морщинки, ухудшается цвет лица. Все это сигналы к тому, что необходимо пересмотреть ваш уход. Ищите в составе ежедневного крема такие компоненты, как коллаген, ретинол, эластин, гиалуроновая кислота и антиоксиданты. Также используйте дополнительные средства – активные маски, массаж и качественную солнцезащиту. Возрастная кожа ведет себя очень капризно, особенно в период менопаузы. На ее состоянии отражаются гормональные перестройки, появляется дряблость и сухость, начинает плыть овал, углубляются морщины. Поэтому после 40 стоит использовать только проверенные антиэйш-продукты, доказавшие эффективность на практике. В составе кремов и масок обязательно должен быть ретинол для обновления клеток кожи и устранения пигментации, коллаген для уменьшения морщин и гиалуроновая кислота для глубокого увлажнения. Кроме того, активно стимулировать восстановление клеток способны средства с пептидами. Отнеситесь к выбору крема внимательно. Не покупайте его в спешке и обязательно ознакомьтесь с составом. Главные принципы, о которых нужно помнить. Нормальной коже необходим уход, который позволит ей оставаться в этом состоянии как можно дольше. Увлажняйте, питайте и предпринимайте меры для предотвращения образования морщин. Сухая кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Выбирайте средства с компонентами, помогающими удерживать влагу. Для жирной, беспроблемной кожи выбирайте легкие кремы, регулирующие выработку кожного сала. Воспаленная проблемная кожа нуждается в особом уходе. Средства должны содержать антибактериальные компоненты. Обезвоженной и чувствительной коже необходимо восстановление липидного барьера, успокаивающие и снижающие раздражение кремы. И, наконец, увядающей кожей рекомендован лифтинг-уход – антивозрастные средства для поддержания тонуса. На потребности кожи оказывает влияние ваш привычный образ жизни и климатические условия. Учитывая состояние окружающей среды, жительницам мегаполиса лучше выбирать уход с антиоксидантными комплексами – витаминами С и Е. Обращайте внимание на наличие в составе коэнзима Q10, экстракта зеленого чая и других растений. Если вы живете в небольшом населенном пункте с благоприятной экологической обстановкой, достаточно увлажнения и защиты от солнца. Жаркий климат с преобладанием солнечных дней повышает вероятность фотостарения и появления морщин. Применяйте солнцезащиту с СПФ не менее 30. Если вы спите меньше 8 часов в сутки, кожа теряет упругость, истончается и становится более тусклой. Качество и продолжительность сна напрямую влияют на ее состояние. Постарайтесь решить проблему со сном. Используйте кремы с антиоксидантами и гиалуроновой кислотой. Рацион, включающий в себя около 50% свежих овощей и фруктов – залог красоты и здоровья вашей кожи. Сократите количество полуфабрикатов в своем меню. Употребляйте морепродукты и рыбу. Выбирайте уходовые средства с линолевой и линоленовой кислотами, маслом жажаба, авокадо и карите. На этом все. Надеемся, наши советы помогут вам выбрать крем, который максимально будет соответствовать всем потребностям вашей кожи. На этом сегодня наш выпуск программы подошел к концу. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. В студии была Дарья Кулакова. Ну а мы увидимся уже в новом 2021 году. Пусть утро каждого дня начинается с хороших новостей, отличного настроения и улыбки. А на новогодних праздниках это время еще приятнее. Хорошего Нового года. С праздником, мы тише. Редактор субтитров А.Семкин